Рона Гермиона с удивлением заметили, что он широко ухмыляется. Мои родственники ведь не знают, что на каникулах нам запрещено прибегать к волшебству. А значит, этим летом я хорошенько повеселюсь с Дадли. Можно и начинать обзор. Всем привет, ребят, с вами снова я, Энтони Улай, это очередное видео на моем канале. И да, сегодня у нас с вами что? Правильно, книжный обзор. И знаете, на какую книгу? Правильно, Гарри Поттер и философский камень. Я знаю, что давно не был на канале книжных обзоров, и в принципе я исправляю эту ситуацию, потому что, во-первых, грех не прочитать Гарри Поттера, во-вторых, приближаются праздники, естественно, на Гарри Поттера, это всегда атмосфера праздников. Ну и в-третьих, нужно снимать больше книжных обзоров, так что почему бы не снять 7 обзоров на Гарри Поттера? Почему нет? Вообще не проблема. А давай что-то до дополнения все снимем. Там и про Квидич, и вообще все книги, вот, ну, еще на фильмы снимем. Вообще. Класс. В принципе, Гарри Поттер... И так, в принципе, Гарри Поттер и философский камень. Джоан Роулинг написал эту потрясающую книгу, а также еще 7 книг. Еще хрен знает, сколько материалов она написала. Так вот, первая книга из, естественно, серии о волшебнике по имени Гарри, который, ну, как мы все знаем, как можно не знать Гарри Поттера? Я знаю, что можно не читать Гарри Поттера, можно не смотреть Гарри Поттера, можно и не читать, и не смотреть Гарри Поттера. Но не знать, кто это такой, я сомневаюсь. Поэтому я не буду описывать вам сюжет. Я просто поделюсь своими любимыми моментами, какими-то, может быть, маленькими пасхалочками, которые я заметил, а также некоторыми фактами, которые меня очень сильно удивили. Поэтому давайте начнем с того, что мне понравилось в этой книге. Несмотря на то, что с философского камня начинается вся история Гарри Поттера, мне особо не привлечает эта книга, потому что, ну, для меня она искренне детская, потому что раньше мне очень нравилось ее читать, тогда в свои года я перечитал эту книгу около 50 раз. Да, у меня была легкая обсессия с Гарри Поттером, ну, как легкая. У меня все стены были завершены постерами из журнала «Се звезды». У меня был огромный плакат Гермиона на стене, состоящий из шести больших плакатов. То есть, понимаете, огромный плакат Гермиона Грэнджера на всю стену. Выпьем за это. Опять же таки, философский камень не является для меня любимой книгой в серии, но для меня именно эта книга является олицетворением праздника, потому что именно в этой книге все праздники преподносятся именно с таким радостным, таким легким драматическим моментом, особенно Рождество. От Рождества в Гарри Поттере это, наверное, самое лучшее времяпрепровождение, потому что, ну, потому что это прекрасно. И, знаете, когда я читаю «Философский камень», а в этот раз это был первый мой раз, когда я слушал аудиокнигу Гарри Поттера «Философский камень», это было довольно-таки интересно, я не скажу, что мне либо не понравилось, либо понравилось, просто мне было интересно. Но, когда я слушал аудиокнигу, естественно, я уже понимал, что будет дальше, потому что это было, на самом деле, очень смешно со стороны. Начинается реплика, и я ее заканчиваю. Настолько все плохо. Вот. По памяти. 50 раз книгу прочитал, естественно, я бы ее запомнил. В этой книге мы очень четко видим зарождение дружбы между Роном, Гермиона и Гарри, несмотря на то, что они встретились в Хоггардс-экспрессе, Рон и Гарри стали буквально такими друзьями чуть ли не до начала еще учебного года. С Гермионой получилось немножко по-другому, потому что с ней тянулись отношения до Хэллоуина, когда на нее напал тролль. Это, кстати, одна из моих самых любимых глав в книге, когда на Гермиона нападает тролль, несмотря на то, что я очень люблю Гермиону. И в книге это был просто потрясающий момент, который символизировал настолько вот детскую храбрость, и это было просто потрясающе. Вот видите, я не могу просто нормально говорить о Гарри Поттере, потому что это настолько волшебно для меня. Гарри Поттер и Философский камень для меня, как я уже отметил, это наиболее детская книга из всей серии, потому что там все действительно идет как в сказке. То есть она идет именно как в сказке. То есть она раскачивается с начала и до конца, все вот это показывают, рассказывают, объясняют, разжевывают и все остальное. То есть здесь там летающие совы, совы и так летают. Что ты несешь, мать? Летающие жабы, окей. Тут метла волшебные, тут у нас зелеварение, а тут у нас огромные ели, тут у нас лесничий живет, какие-то волшебные животные, палочки, заклинания и все остальное. И при этом это все рассказывается такой невинной детской атмосферой, несмотря на то, что как бы в книгах есть и смерти, и все остальное, и там пытки. Вот. Детская книжка капец, да? Но я считаю именно эту книгу априори детской сказкой, потому что дальше только хуже. Дальше там начинается общекамешный трындец, и Василиски, и Узники Аскабана, и Дементоры. И вот там куча опять людей умирает в последующих книгах. Это же вообще жесть. Мне кажется, что даже если сравнить Кубок Огня и Философский Камень, это вообще два абсолютно разных мира. Потому что в Кубке Огня вообще жесть происходит. В Философском Камне летают бабочки. Самое худшее, что может произойти, это то, что Симус Фиником взорвет какую-нибудь херню рядом с тобой. Что там было-то? Глаз крысы, струна арфы, пусть вода превратится в ром. Нет такое заклинание. Пусть вода превратится в вино. Или кофеек. Естественно, еще один из самых потрясающих моментов этой книги, которую я просто обожаю, это когда Гермиона правильно учил всех произносить Венгардиум Левиоса. Это Левиоса, а не Левиоса. Я такой, дэм, мы с этой сучкой на одной волне, как бы. Я тоже постоянно управляю людей, хотя мне не стоит иногда этого делать. Но без этого не обойтись. Самый такой напряженный момент для меня лично, это не битва с Волдемортом в конце, а как раз таки, когда Гарри, Рона и Драко Малфе запалили за непристойностями, блин, такой щит, что я сейчас про фанфик рассказываю, anyway, и их отправили вместе с Хагридом как раз таки в лес, и для меня это была вообще жесть. Я такой, как так? Вы чё, прикалываетесь? Отпустить детей одних первокуртиков в лес? Вы чё, гоните? И просто реплики Хагрида возьмите с собой пса. Я такой, конечно, пёс нам поможет. В этом лесу водятся огромные тарантулы, кентавры, всякая херня, кто-то грохает единорогов, мы возьмём пса. Класс! Не чтоб Хагрид с арбалетом с нами пошёл, нет, мы возьмём пса. Классная идея! Если кто-то не помнит, то в конце уже книги, как раз таки, когда ребята сыграли партию в шахматы, и Рон остался валяться на полу, Гарри и Ремёна пошли в следующую комнату, и в фильме эта комната была с Волдемортом, но на самом-то деле это было испытание Северса Снэйпа, когда было огромное множество зелий, была какая-то загадка, и её разгадала именно Гарри и Ремёна, поэтому мне очень не понравилось то, что этот момент упустили в фильме, потому что показали, какой Рон там смелый, все дела, какой он там умный и так далее и тому подобное. Гарри и Ремёна вроде что-то зажгла палочку, и такая типа, ля, я такая крутая, а потом Дамблдер, Гарри и Ремёна, ты молодец, что вспомнила это чёртово заглядание, вот тебе 150 баллов. Естественно, что финальная встреча с Волдемортом должна была произвести на меня какое-то особое впечатление, но такого не было, мне было больше интересно как раз-таки сцена с зеркалом Ейнолижи, то есть если вы не знали, Ейнолижи наоборот это желание, зеркало желания, типа я покажу тебе то, что ты хочешь, и как раз-таки вот эта сцена, когда Гарри там достает философский камень в своём кармане, и ты такой, дээээм, вот это магия, вот это фокусы, и как раз-таки вот эта рождественская сцена с зеркалом Ейнолижи, когда Гарри видит своих родителей в зеркале, это вот просто одна из самых грустных, наверное, сцен во всех книгах, потому что для меня это было так, твою мать, он этого не заслужил, он заслуживает гораздо лучшего. Итак, в принципе, как итог, я вам советую почитать Гарри Поттера философской камень, потому что это, наверное, самая маленькая книга из всей серии на самом деле, и если вы никогда не читали Гарри Поттера, я советую вам начать, даже если вам не понравится, просто прочитайте первую книгу. Видите, люди хлопают дверьми и мешают мне снимать, но Гарри Поттера нужно прочитать. Гермиона просто богиня, Минера Макгонагал, просто олицетворение женщины моей мечты, я обожаю Хагрида, Невиад Логопупс, мой мужчина мечты, его жаба. И да, ребят, на сегодня у меня все, если вам понравилось это видео, если да, то я очень, этому раз спасибо, что вы все еще меня смотрите, я вас невероятно сильно люблю, если у вас есть какой-то любимый момент в Гарри Поттере философский камень, и если у вас есть момент в книгах или в фильме, напишите мне, пожалуйста, внизу, что вам понравилось больше в фильме или в книге, и так далее и тому подобное, знали вы, что Николас Фламель, изобретатель философского камня, оказывается, учился в Шармбатоне. Доброе утро, я всю жизнь думал, что он американец. Anyway, неважно. Да, о чем я говорил, с вами был я, Энтони Улай, главное помните себя оставаться в сервере в себе, и о чем вы все в ваших начинаниях. Все мои соцсети будут внизу, не забывайте подписываться на меня, и да, если вы хотите обзор на следующей книге, напишите мне тоже внизу, я буду ждать, и увидимся с вами совсем скоро на этом же самом месте. Пока. Куда пока, я забыл щелкнуть.